Всем привет, друзья! Меня зовут Максим, и с вами снова канал ProDelo. В этот раз я решил не проводить голосование в группе ВКонтакте, а сразу сделать видеоурок на тему установки последней версии OpenCard, а именно третий. Последний раз я рассказывал про OpenCard третьей версии в обзоре от 31 июля 2017. С того времени многое изменилось, а именно появилось гораздо большее количество модулей и шаблонов, поддерживающих третью версию. И хотя я пока все еще останусь при своем мнении в том, что третья версия еще сырая, и нужно дождаться более стабильной и менее обогованной версии, многие мои подписчики и клиенты, с которыми я общаюсь, уже себе поставили или хотят поставить именно ее. Но многие из них даже не могут ответить на вопрос, почему они хотят именно третью версию, и чем их не устроила более стабильная версия 2.3. Наверное, в этом виновата магия чисел, и заветное число 3 явно лучше двойки. Думаю, многие разработчики будут со мной солидарны и поймут, о чем я говорю. Многие также поставили оригинальную версию OpenCard 3 и теперь не знают, как ее русифицировать. Самое простое решение – это поставить сейчас сборку OkStore версии 3.0.2.0.B1. Хоть она еще и является бетой. Это будет лучше, чем ставить оригинальный движок OpenCard. Но я все-таки советую дождаться стабильной сборки от OkStore. Поскольку процесс установки для последующих версий OpenCard 3 ветки вряд ли будет сильно отличаться, я все-таки решил сделать видео именно на тему установки OkStore версии 3.0.2.0.B1 для тех, кому не терпится иметь магазин на последней версии OpenCard или тем, кто может хочет ее потестить и посмотреть, что в ней есть интересного. Если вы все-таки захотите поставить оригинальную версию OpenCard 3 версии, то я оставлю вам ссылку в описании на модуль перевода «Полный русский перевод» для OpenCard 2 и 3 части. Полностью перевод витрины и административной части. Итак, приступим. Первое, что вам нужно будет сделать – это скачать архив сборки OkStore версии 3.0.2.0.B1. На официальном сайте сборки его пока не выложили, видимо из-за того, что это бета. Но его можно найти на всем известном OpenCard форуме, в специальной теме, ссылку на тему я оставлю в описании под видео. После того, как вы скачали архив с именем OkStore 3.0.2.0.B1.Zip, вам нужно будет его распаковать любым архиватором. Тут вам подойдет 7-Zip бесплатный или WinRar, не знаю, что у вас установлено, подойдет абсолютно любой. В распакованной папке со сборкой также будет файл с инструкцией по установке, который называется install.txt. Советую его также прочитать, именно по этой инструкции мы и будем с вами ставить сборку. Далее вам нужно открыть FTP-менеджер, которым вы пользуетесь. Я для этого использую FTP-менеджер в файл Zilla. И далее вам нужно подключиться к серверу, куда вы будете заливать файл OpenCard. Вам нужно загрузить все файлы из распакованной папки upload на ваш сервер. На сервере, как правило, должна быть папка, к которой уже должен быть прикреплен ваш основной домен или технический домен хостинга. Имя папки может быть с названием public, нижнее подчеркивание, HTML или HTTP-docs, в зависимости от вашего сервера. Если вы не уверены, что заливаете файлы движка в нужную папку, просто спросите у техподдержки вашего хостинга, в какую директорию нужно заливать файлы магазина для вашего домена. После того, как вы залили все файлы из папки upload в нужную директорию вашего сервера, вам необходимо переименовать два файла. Первый файл у нас находится в главной директории и называется config.defisdist.php. Нам нужно просто удалить из имени этого файла приставку-dist, так чтобы у нас получилось конечное имя файла config.php. И второй файл у нас лежит в папке admin. Он также называется config.defisdist.php. Нам надо также его переименовать просто в config.php. Теперь нам нужно перейти в панель управления нашего сервера или хостинга, в раздел MySQL или база данных и создать новую базу данных для нашего магазина. При создании базы данных вам нужно будет придумать ее название на латинице, а также указать имя пользователя базы данных и пароль для нее. Все эти данные вам необходимо сохранить в текстовый документ, они понадобятся нам чуть позже. Итак, перед тем, как мы перейдем к установке непосредственно самого движка, нам нужно еще убедиться в том, что у нас наши папки и файлы доступны для записи. В пункте 3 файла установки у нас как раз таки написано, какие права у нас должны стоять и на какие папки и файлы. Я рекомендую вам сразу ставить права 0777, потому что не всегда прав 0755 достаточно для установки. Сразу поставьте 777 и я думаю все будет в порядке. Затем нам нужно перейти на домашнюю страницу нашего магазина, то есть ввести в адресную строку браузера название нашего домена или поддомена. Например, у меня это будет поддомен opencart3.prodela.biz, так как я ставлю движок на поддомен. После того, как у нас запустилась установка нашего движка в браузере, здесь нам необходимо выбрать сначала язык на русский, для того, чтобы было удобнее. Затем, ну, лицензионное соглашение, если вам интересно, можете его почитать. Нажимаем кнопку «Продолжить» и попадаем на второй шаг, это начало установки. Здесь нам необходимо проверить последнюю колонку, статус, что у нас напротив каждого поля стоит зеленая галочка, что у нас все в порядке и можем приступать к установке. Также нужно проверить, что у нас для всех файлов и директорий стоит зеленый текст и написано «Соответствует, доступно для записи». Если у вас какие-либо из этих пунктов помечены красным цветом, то вам необходимо либо изменить версию PHP на вашем хостинге, это делается в панели управления сервера, либо может быть такая ситуация, что вам необходимо подключить какие-то дополнительные расширения для PHP. Также, возможно, вам нужно будет изменить права доступа для каких-либо файлов или директорий, если вы этого не сделали ранее, и поставить права 0.7.7.7. После того, как у вас здесь все загорелось статусом зеленого цвета, мы можем переходить к следующему шагу. Нажимаем кнопку «Продолжить». И здесь у нас третий шаг — это конфигурация. В первой строчке мы с вами ничего не меняем, уставляем базу MySQL и хост базы данных. Обратите внимание, первый раз, когда я рассказывал про установку OpenCart, еще версии 2.1, многие в комментариях меня обругали, в том плане, что не у всех хостингов по умолчанию прописывается localhost. У некоторых хостингов необходимо в этом поле «Хост базы данных» указать URL-адрес, по которому можно подключиться к базе данных. Эта информация у вас должна быть указана непосредственно в панели управления хостинга. Также вы можете уточнить информацию эту либо в вопросах-ответах хостинга, либо у техподдержки. То есть просто у них спросите, какой использовать хост базы данных для установки движка OpenCart. И они вам ответят, то есть можно ли по умолчанию здесь оставить localhost, или необходимо будет указать какой-то адрес для подключения к базе данных. Думаю, с этим полем понятно. Значит, следующий момент. Пользователь базы данных. После того, как вы создали базу данных, я сделал базу данных с следующими настройками. То есть я вбил название базы данных OpenCart3 и имя пользователя у меня также называется OpenCart3. То есть я просто здесь вставляю OpenCart3. В поле «Имя базы данных» я тоже вписываю OpenCart3. И в поле «Пароль» я, соответственно, ввожу пароль, который при создании базы данных себе выбрал. Порт «База данных» оставляем по умолчанию. Префикс «Таблиц базы данных». Если вы хотите защитить, так скажем, вашу базу данных от взлома, да, или каких-либо действий, манипуляций с вашей базы данных удаленных, то, в принципе, вы можете изменить префикс стандартный OC на любой другой. То есть вы можете приписать сюда латинскими буквами, в принципе, любой префикс, ну, не очень длинный. То есть, ну, там, не знаю, до пяти символов, наверное, можете любой текст придумать и сюда написать. Но имейте в виду, что после того, как вы измените префикс стандартного на другой, да, у вас повысится безопасность вашего магазина и базы данных, но при установке каких-то новых модулей, возможно, вам придется вот этот вот префикс постоянно изменять. Потому что, как правило, все модули, они рассчитаны на то, что у вас используется стандартный префикс базы данных. И если требуется вмешательство в базу данных, то вам придется этот префикс всегда исправлять. На тот, который вы вначале задали. Если вы оставляете стандартный OC, то, собственно, с этим у вас проблем не будет. Ну, далее, собственно, нам нужно указать логин, пароль и e-mail администратора. Ну, по умолчанию нам предлагается логин админ. Я предлагаю его изменить. Я напишу здесь про дело. Вы можете указать тот логин, который больше нравится вам. Ну, пароль я выберу для простоты, там, 1, 2, 3, 4, 5. E-mail, который здесь укажу. Пусть будет тоже мой контакт на e-mail. Вы, соответственно, указываете то, что вам здесь нужно. И нажимаете кнопку «Продолжить». Вот, собственно, все. На этом у нас установка практически завершена. Да, вот нам пишется, что установка завершена. Все готово для начала продаж. И вот, обратите внимание, у нас красным цветом выделено, что нам необходимо зайти на FTP и удалить папку «Install». Что для этого нужно сделать? Нам нужно перейти в наш FTP-менеджер, перейти в нашу директорию нашего сервера, найти папку «Install» и просто здесь правой кнопкой выбрать ее и нажать «Удалить». Вот, собственно, после того, как у нас все файлы удалятся, мы с вами уже можем переходить на витрину магазина и заходить в панель «Администратор» и пользоваться нашим магазином. Тут у нас есть две ссылки. Первая ссылка нам позволит перейти на витрину нашего магазина. Ну, витрина, она абсолютно ничем не отличается от второй версии OpenCart, то есть выглядит точно так же, точно такой же стандартный шаблон. И если мы с вами допишем здесь «Админ», то мы с вами попадем на страницу авторизации администратора. Я здесь указываю логин, который забивал при установке. Ввожу пароль 12345. Вот, собственно, все. Я зашел в админку. Что у нас здесь еще всплывает? Важно уведомление о безопасности. Очень важно, чтобы вы переместили каталог Storage за пределы веб-каталога. Например, Public HTML, www.http.docs. Ну, здесь вы можете переместить его вручную, либо выбрать автоматическое перемещение. Я, наверное, поставлю автоматическое перемещение и нажму кнопку «Переместить». Ну, я это окошко закрою. Вот, и мы, собственно, попали с вами в админку нашего третьего OpenCart. Если быть точным, то это у нас сборка OXStore 3.0.2.0.1. Да, опять же, обращаю ваше внимание, что эта версия OXStore ознакомительная и не для коммерческого использования, поскольку она является еще бета-версией. Поэтому делать магазин на этой версии я не рекомендую. То есть, стоит все-таки дождаться более стабильной версии. Но при желании вы можете поставить, например, сборку оригинальную OpenCart 3 и поставить на нее русификатор, ссылку на которую я оставлю в описании под этим видео. На этом все. Спасибо вам за внимание. Все ссылки из видео указаны под видео в описании. Палец вверх, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно пишите ваши комментарии и предлагайте темы для следующих видеоуроков. Также не забывайте делиться видео с друзьями, если оно показалось вам полезным. До скорых встреч, друзья. Пока-пока.